ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женщина погибла на месте, мужчина на момент приезда пожарных был жив, но спасти его не удалось. Задержка движения поезда составила 50 минут. Причины ДТП выясняются. К другим темам Архангельск отметил свой 433-й день рождения. Гуляли широко до позднего вечера с песнями, танцами и фейерверком. Изюминкой праздничной программы стал танцевальный флешмоб на площади у театра драмы. Более 300 человек, представители 19 коллективов города, далеко не профессиональные танцоры, синхронно исполняли самые разные композиции, от классического вальса до латиноамериканской ча-ча-ча. А в небе над Архангельском в это время отрывались участники пилотажной группы «Регион». Летчики первого класса на самолетах Л-39 «Альбатрос» исполнили фигуры высшего пилотажа. Такие необычные подарки получили Архангелогородцы на день рождения города из более традиционных выступлений уличных театров, развлекательные программы для детей, концерт звезд Архангельской и Российской эстрады. Архангельск отпраздновал День молодежи. События запомнятся молодому поколению надолго. Лучшие коллективы региона работали на праздничных площадках, рассказывает Михаил Меньшинин. Зажигательные эмоции, помноженные на творческую энергию. Такой была атмосфера гуляний в День молодежи в Архангельске. Столько эмоций, веселья, также энергетика, все это было очень классно. Праздник удался, несмотря на прохладную и неустойчивую даже по северным меркам погоду. На городском пляже весь день работали тематические площадки и выставки. И они не пустовали. Отдыхающие охотно включались в мастер-классы по изобразительному и танцевальному искусству и основам фотографии. Играли в пляжный волейбол, участвовали в конкурсе песочных замков и битве из водных пистолетов. Любовались шоу барабанщиков. А еще слушали живую музыку в выступлениях известных кавер и рок-групп. «Секонд Би», «Солнце в тетрадке», «Тони Джи» и «Гребля». Кульминацией молодежного опен-эйр стал фестиваль воздушных змеев. Проводятся вот такие мероприятия. Они просто завлекают нас, где мы можем все собраться, пойти, как сказать, потусить. Потанцевать. Да, все вместе, с компаниями. Вот много знакомых друзей сейчас уже прилипали. Да, познакомились. Молодые и талантливые, казалось бы, вот в чьих руках будущее города и области. Но по статистике ежегодно наш регион покидает порядка пяти тысяч молодых людей. Выпускники уезжают учиться в столичные вузы, благо уровень образования позволяет им конкурировать с остальными. Одни, получив дипломы, возвращаются, другие нет. Но во все годы были и есть те, кто не мыслит свою жизнь без Архангельска и без своей малой родины. Сегодня ведь молодые работают для молодых. Так вот на этой сцене сегодня приходят ребята, которые закончили колледж. Я стоял с человеком, который их обучал. И они сегодня работают здесь, на этой площадке. Их что-то оставило. Молодых, талантливых, классных, креактивных оставило здесь. Наверное, этот город, эти люди. Михаил Меньшенин, Анна Рязанова, Александр Кузнецов. Архангельское телевидение. На одной из площадок Дня молодежи наградили участников и победителей промежуточного этапа областного конкурса граффити. Свои идеи о том, как раскрасить стены некоторых городских объектов в честь 80-летия области, молодые уличные художники защищали на музыкальном фестивале «Мост». Ребята приехали из Котла, Савельска, Архангельска и Северодвинска. Хотя тема областного конкурса в 80-летии области, большинство авторов предложили эскизы, так или иначе связанные именно со столицей Поморья. Изобразили гостиные дворы, набережную Северной Двины, разводные мосты и даже ледоколы. На самом деле ребята удивляют креативом. То есть иногда в одном рисунке сочетается настолько много направлений нашей истории, что это действительно удивляет. Но высшие баллы получили те, кто совместил в своей работе все или большинство этих знаковых объектов. Северодвинкой студентка Софу Мария Тарасова, получившая первый приз на отборочном туре, призналась, что идея ее рисунка родилась быстро, а вот на воплощение его пришлось потратить немало бумаги. Была приятно удивлена, когда позвонили и сказали, что приглашаются на вручение футболки с автографом. Это вообще просто супер, очень рада. Мария и еще двое уличных художников получили от организаторов конкурса футболки с автографами всех артистов, выступавших на фестивале «Мост». Воплотить свои проекты в жизнь, а точнее на конкретную стену Дома молодежи, они смогут лишь в сентябре, после подведения всех итогов областного конкурса граффити. Ведь творческое состязание продолжается. Заявки на участие от молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет Архангельский Дом молодежи принимает до конца лета. Своё культурное наследие сохраняют и в Вельском районе. Село Пежма, к примеру, притягивает туристов со всей России не только. О секретах гостеприимства Пежмарей расскажет Алисия Кокина. Возле речки, возле Пежмы, возле речки, возле Пежмы, Возле речки, возле Пежмы, проросла. Эти пять девушек – туристические гиды по селу Пежма. Оно раскинулось вдоль берегов одноименной речки в получасе езды от города Вельска. Постоянных жителей около 500 человек, но в селе есть школа, детский сад и свой дом культуры. Работницы которого еще 12 лет назад разработали несколько туристических маршрутов по родной Пежме. На земле на нашей параде добро картошка урожалась. И потому как пежмариты наши картовниками, их звали картовниками, и эта картовная шанька, это бренд нашей кухни Нонити называется, да, она у нас как цельница на столе стояла. Бренд туристического пежмского маршрута и музей – изба Скалинка. Более 10 лет Валентина Хухрина и ее односельчане собирали разнообразную домашнюю утварь, чтобы поколение НЭКС не перепутало ухват с утюгом. А праздники так раньше обожали. Сколько было на праздники народу-то собиралось. И пиво-то варили много. Огроменные кибочки. И вот надо было и эко тяжелым ковшиком-то все это пиво-то, которое уже доваривается-то, вот перекладывали. Вот эко ковш тяжелый. Есть в Пежме и особенный экспонат. Не потрогать, не углядеть, только услышать. Уникальные диалектные словечки, равно как и предметы старины, сельские энтузиасты собирали по крупицам. Мы создали словарь диалектных пежамский слож. Мы постоянно его пополняем. И когда приходят у нас дети, и мы пытаемся разговаривать вот на этом диалектном языке. Мы не требуем, чтобы они его знали, но чтобы помнили обязательно предков язык. Это важно. Молодежь язык предков чтит и помнит. Выпускница Арина Никулина, провожая нас к следующей точке маршрута, кокетливо окает, рассказывая легенду о красавице Ласке и богатыре Кавеле. Возлюбленный молодой пижмарке пропал в лесу, а вскоре девушка обнаружила его мертвым. Зарыдала Ласка горькими слезами. А из того места, куда слезы ее падали, забился родник с живой водой. Окропила она своего любимого этой водой. Он и задышал. Оттянулся. Ключевая вода, к слову, необычная. И зимой и летом она не ледяная, а комфортной температуры. Зимой туристический потенциал пижмы не иссякает. Наоборот, появляется экстрим в виде катаний с гора, как шанишкам добавляются блины и горячий чай. Покоренные пижмарским гостеприимством Олеся Кокина и Евгений Зыков. Архангельское телевидение. Накануне Архангельск отметил не только свой день рождения, но и присоединился к большому празднику спорта – Всероссийскому Олимпийскому дню. Он посвящен предстоящим зимним играм в Хенчхане и направлен на популяризацию здорового образа жизни и идей олимпизма. В столице по морю Олимпийский день ознаменовался рядом спортивных состязаний. Приурочили к нему и традиционный морфон Гандвик. В одном из забегов приняли участие и почетные гости – праздник абайдарочницы Наталья Подольская и плавец Евгений Лагунов. Выходит народ на улицу, смотрит, как это все красиво. Дети выходят, им устраивают забеги – это все здорово, им надо привыкать к этому. Они понимают, что мы тоже из этого маленького городка. И, как говорится, все возможно, что они тоже могут в будущем добиться такого же результата, если будут усердно трудиться. Сами прославленные спортсмены удостоились в этот день специальных дипломов от Международного Олимпийского комитета, после чего раздали автографы и сфотографировались со всеми желающими. Спектакль Архангельского драмтеатра «Василий Теркин» завоевал Гран-при Международного фестиваля. Артисты получили награду на 4-м театральном фестивале у Троицы в Сергеевом посаде. Жюри признала спектакль нашей труппы лучшим единогласно. Это первый режиссерский опыт Алексея Ермилышева. Как лучший дебют он был ранее отмечен на 5-м международном театральном фестивале «Фест», где Архангельский драмтеатр стал лауреатом номинации «Ни пуха, ни пера», присуждаемой лучшим дебютным режиссерским или актерским работам. Мы продолжим знакомить вас с информационной картиной дня в 16 часов. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова